Мне хотелось бы начать буквально с пары слов, это тема, на самом деле, очень захватывающая, как изменилось наше общество и вообще мир, и вы видите в вас сферу веки, и очень много изменений происходит, мы о них так и, значит, касаемся и говорим, я хотел бы остановиться на двух из них очень важным. Первое – это изменение, очень важное, мы получили все с вами неограниченный доступ, в смысле, доступ к неограниченной аудитории. Это исследователи Андрея Мишинка называют взрыв авторства. То есть мы все с вами фактически внезапно с появлением интернета получили возможность общаться напрямую с миллионами, с миллиардами людей. Представляете, что 20 лет назад, 30 лет назад, и вы знаете, районы в ваших странах, и в России такое есть, и до сих пор до соседней населенного пункта не достучишься. Но с появлением интернета мы получили доступ вообще ко всем одновременно, и это, конечно, что-то меняет. Появляются проекты, появляются люди, которые вот так вот внезапно из какой-то дупинки выстреливают, просто потому что они наравне. Ну то есть фактически начинается вот этот все-таки процесс определенных выравниваний. Неважно, например, живу я в Москве или в Перми. Ровно так же я сижу за компьютером, ровно так же я выхожу в интернет, ровно так же я выкладываю какие-то материалы, ровно так же я общаюсь с людьми. И что вы думаете, люди, сидящие в соседних комнатах, они там общаются как-то иначе, они тоже общаются через интернет. Короче, интернет нас объединил. Это важное изменение и понимание того, что нам дан огромный ресурс. И второй огромный ресурс, который нам дан, это технологии, разумеется. Мы об этом часто общаемся с нашими студентами, берем спецпроекты, например, СМИ ведущих, делаем по образу и подобию, и вы знаете, у нас получается. То есть мне кажется, что по большому счету сегодня нет ничего такого, чтобы вы не могли бы сделать такого, что делают даже на мировом уровне. В техническом смысле. То есть, пожалуйста, лонг-риды, тайм-лайн, мультимедиа, видео, все что угодно, все доступно. Вот один из таких вот примеров мы делали со студентами вот такой вот ролик, посвященный событием в Брюсселе, вы знаете, там были теракты. И мы вдохновились, например, в New York Times, которые делали такой ролик по поводу терактов в Париже. И когда случилась эта ситуация в Брюсселе, мы просто взяли и сделали в тот же день вот такой вот ролик. Я вам хочу сказать, что с технической точки зрения, это полчаса работы, тут вообще ничего сложного. Если вам нужен такой ролик, я вам расскажу, как это делается. Это не сложно, нужен только быстрый интернет, пожалуй, единственное, что нет. Вот, и потом точно такой же ролик примерно мы обнаружили в европейских СМИ. Они уже сделали на свой лад, но примерно так же. То есть там ты передай карты, наезд из космоса, слайды, ну, еще можно добавить фотографии с Твиттера, откуда-то еще, там какие-то сделать пометки. Но суть примерно такая же. То есть в технологическом смысле мы совершенно находимся, мне кажется, на уровне, а еще у нас есть грозное оружие, с помощью которого любой из нас может стать автором, видеоблогером, поставщиком контента вообще совершенно любого. То есть на самом деле мы пока просто, может быть, не будем пользоваться. Но с другой стороны мы сейчас об этом еще поговорим. Если помнить о формуле 1.9.90, то только 1.4% реально что-то создает людей. Ну, в общем, видимо, еще и этим объяснялись. Мы еще к этому перернемся. Давайте начнем с главного. И сегодня об этом было много сказано. И мы будем просто вас, наверное, мучить всем. Но цели надо принимать четко. Это правда. Очень часто бывает, когда готовят какой-то проект, я прошу ребят, и совсем недавно это было, студентов, описать, что они хотят. Какие цели вы представляете делать тот или иной проект? И вот мы набрасываем на фритчарте. Вот мы хотим это, мы хотим это, у нас такая цель, такая цель, такая цель. Целый список целей. А потом, я говорю, а давайте посмотрим глазами нашей аудитории. А она-то чего хочет? И выясняется, что почти все цели не совпадают. Потому что вам хочется одного, а аудитория хочется другого. И вот в этом смысле мы просто в разные стороны находимся. Класс, нам надо искать какие-то точки соприкосновения. Надо искать какие-то возможности, которые устроены на нас вместе. Ну или даже, может быть, в каких-то случаях подстраиваться по одной аудитории. Но расхождение в целях – это очень серьезная вещь. Вот здесь я хотел бы обратить ваше внимание на то, как формулируют цели. Как правило, в таких конкурсах, как о тонах, в конкурсах проектов, цели пишут, ну как, цель – создать сайт, создать веб-блог, создать онлайн-сервис, который там будет делать то-то, то-то. Ну класс. Теперь давайте подумаем, на самом деле является ли это вашей целью. Если это самая цель, то, извините меня, она не очень-то серьезная. То есть, ну что значит, я хочу сделать сайт. Ну класс. Для себя, да, что ли? Так что ли? Все равно есть какая-то цель намного лучше. Вот тут я обращу ваше внимание на этот список. Как мне кажется, стоит разделять. Да, конечно, вы хотите сделать сайт. Да, вы хотите сделать, ну там, фокал, вы хотите сделать умение предложения. Но это инструмент. Это то, что называется инструментальная цель. Это только инструмент для достижения чего-то другого. Но на самом деле все, что мы делаем, даже в этот лаб, целью лаба является не создание проектов даже, в некотором роде. Ну смысл, да? Ну создание проектов. Потом кто-то выставит, кто-то не выставит. Целью лабы не является проведение мастер-класса. Это не цель лабы. Целью лабы не является собрать всех в одном месте в физическом смысле. Это тоже не так. Есть какие-то другие цели. Развитие, получение новых навыков, создание сообщества. И вот это уже как раз, скажем, стратегически конечная цель. Сегодня ваш инструмент сайт или мобильное приложение, или веб-док. Завтра ваш инструмент другой. Изменятся технологии. И завтра будете говорить, мы хотим делать для виртуальной реальности туры. Сейчас, кстати, не так уж и сложно. Начни вот эти картонные Google могут стоить там один доллар, всего. Это скоро вообще все просто внедрится в нашу жизнь. И через год, через два на лаве появились такие проекты. Я здесь на этой табличке останавливаться не буду. Я просто присоединюсь к коллегам, которые говорили о том, что вопрос «зачем?» очень важный. Но я правильно предлагаю вопрос «почему?». Почему я? Или почему мы? Почему сейчас мы это делаем? Почему мы именно этой аудитории, именно об этом говорим? Это прочищает сознание, если вы задаетесь все эти вопросы. Это как бы освобождает нас от какого-то ощущения, не знаю, ну, например, зациклиться на себе, а во-вторых, от ощущения какой-то не в миссии в великой. Вы, наоборот, начинаете думать уже с точки зрения людей, для которых вы это делаете. Это полезное упражнение. А вот эта технология, скажем, такая современная, цель по модели смарт, которую сегодня, например, в российских конкурсах часто просят описать, хотя, мне кажется, это часто уже форма ради формы, но вводите внимание, цель должна быть конкретной, изневимой. Вот изневимая цель тоже важна. То есть ее можно как-то изменить и показать. Для инвесторов это бывает очень важно. Чтобы не просто там, мы бьем пушками по воробьям, вы четко говорите, у нас вот такой вот конкретный объем. Больше мы не замахиваемся. Достижимость, ну, это сложно, но, например, можно. Актуальность и ограничение во времени. Вот по такой вот, скажем, цепочке можно тоже пройтись и посмотреть на то, что вы делаете и можете ли вы какой-то из этих параметров прописать, а какие, а что нет, значит, надо будет подумать. В итоге с целью полагания все начинается, с цели, и если все настроено правильно, дальше может пойти все само с собой очень прекрасно, и все подтянется, и все будет работать. Давайте пойдем дальше. Аудитория. Это вот моя любимая тема, потому что мне кажется, что знание аудитории – это, конечно, самое главное, что может быть у вас. Понимание аудитории, особенно сегодня, когда очень-очень много, во-первых, каналов информации, во-вторых, аудитория начинает фрагментироваться, то есть делиться. Если у вас, вы точно можете сказать, что в вашей стране есть один канал информации, из которого получают информацию 100% от населения. Слухи? Слухи, понятно. Нет, какой-то есть там традиционные СМИ, онлайн СМИ, но все. Нет такого, да? Ну, конечно, это может быть идеал. Первый канал в России доступен 90-5%, но смотрят там уже процентов 80, слава богу. Но при этом я понимаю, что вам не рассказывают, как происходит. Каждый ищет свой какой-то источник и зацикливается на нем. И это нужно учитывать. Здесь еще очень важная штука. Аудиторию сегодня не так просто поймать. Вот об этом вчера говорил, что на презентациях подобных просто задавали. Сергей об этом говорит очень правильно всегда. Дело в том, что аудитория замыкается в двух-трех источниках информации, в четырем. Часто это там летосоциальные сети, часто это какой-то там любимый портал ФОМ и все. Это называется такой информационный кокон, пузырь фильтров, и через него пробиться очень сложно. Как через него пробиться? То есть надо прийти туда, где он есть, этот человек. А если нам размещать это на своем сайте, он про него не знает. Если это размещается в соцсети, а он и не читает. И так далее, и тому подобное. И вот тут очень надо точно знать, что это за два человека, как он живет, какой он образ жизни, какими каналами информации он пользуется. Давайте как раз посмотрим на то, какие стали люди сегодня. Ну, отчасти вот такими. То есть, конечно, новые технологии нас изменили в том смысле, что мы можем сегодня многое, что не было раньше. И нам приходится общаться с людьми, которые, в общем, у которых хребовое мышление, у которых дефицит внимания, у которых дискретное сознание. То есть возможность сосредоточиться есть только на какие-то короткие 30 секунд. Вот, кстати, ну, я сейчас перелесну, чтобы вас не смущать. У кого есть Инстаграм? Продвинутые люди. Скажите, пожалуйста, вы заметили, что видео стало теперь уже не 15 секунд, а минута? А есть у вас ощущение, что когда теперь видео такое длинное, что оно немножко длинновато бывает? Есть? Есть. Ну, вот заметьте, да, стоило только поднять планку с 15 секунд до минуты, как уже минута целая, господи, я не могу досмотреть до конца. То есть мы уже измеряем с вами меру получения информации буквально такими вот отрезками. 15 секунд, нормально, минута, все уже переключают, уже неинтересно. И вот это как раз та аудитория, с которой мы работаем. Теперь представьте, что в этой аудитории выкатываете страницу текста. Все, их потеряли, потому что страница текста – это тот объем, который они не могут перешивать, которые не могут перешиваться. И вот это очень важный ключ к пониманию аудитории и описанию своих проектов. Если говорить об описании, мне кажется, что вам очень важно свою аудиторию знать и описывать правильно. Есть для этого, например, разные технологии, скажем, метод персонажей. Может быть, чуть-чуть позже, наверное, скажем. Но вот как мы раньше описывали аудиторию – социально-демографические характеристики. Ну да, полвозраст, вес. Это делали СМИ, это делали герметологи. Но выяснилось, что этого мало. Потому что даже при равных социально-демографических характеристиках люди сегодня отличаются в кардинальном образе. Нам нужны сегодня их ментальные характеристики. То есть вам нужно знать их ценности, приоритеты, установки, мотивы. Например, что этого человека заставит грустить? Что его заставит радоваться? Отчего он не будет спать всю ночь? Или, например, что изменит его жизнь? Или что он решительно не приемлет, что вызывает для него страх и ненависть? Если вы это знаете, вы с ним уже можете общаться, и вы можете предлагать какие-то для него близкие вещи. Ну, кроме этого, еще здорово знать его образ жизни. То есть как он получает информацию, как он пользуется мобильным, не пользуется. Если у него ноутбук, нет ноутбука, а если есть, то там что у него там дома, вай-фай или у него там в кафе может сидеть? Ну и так далее. То есть вы делаете именно проекты для людей, но ведь это не конь в аркуме, как говорят, разработчики. Это же реальный человек. И вот вы должны точно понимать в этом смысле, что это. А вот если возвращаться к методу персонажей, разработчики используют этот метод, они просто рисуют портрет. Вот Вася. Вот он там, вот такое. И вот про него нет несколько слов, что он там любит хоккей, любит футбол, при этом у него там хорошая мобила, не 4G. Ну и вы теперь знаете, что этому Вася можно предложить скачать приложение. А если это не Вася, а другой мобилочек, у которого edge, ну в смысле, понимаете, слабый интернет, или который там может быть еще чем-то в этом смысле техническом ограничен, значит, ему надо что-то другое предлагать. Но надо точно знать, с ним работать. Это будет лучше. Если говорить о том, что хочет аудитория, то тут тоже можно представить, что в итоге-то должно получиться. К сожалению или к счастью, ну помыли, по крайней мере, наблюдения, может быть, в недельном же умествии, аудитории чаще получится развлекаться. И у нас развлекает и контент, 90% наверное всего, трафика все развлекаются. Даже новости развлекают. Ну вот скажите, пожалуйста, ну а что вам знать, что на перекрестке, ну не будут говорить, что там не сгладить, произошло ДТП. Это вам полезно, если вы там ездите. А если это другой город, если другой район, ну просто ради интереса, там, Порше въехал в Бенфрика, классный, класс современный, если внутри, да, вот они там столкнулись, а посмотрите на фотографии. Это развлечение, это не новость, это просто нам, ну прикольно это знать. И вторая очень важная вещь – это эмоции. Сейчас вот эта тема очень сильно развивается, и нам очень интересно, потому что получается, что в обилии новостей мы выделяем те, которые вызывают у вас эмоции. Это важная штука. Ну представьте, если у вас лента, или там, не знаю, сайт, все одинаковое, ну, там, среднестатистическое. Тут баз, что-то вызывает эмоции. Причем разное. Радость, печаль, ненависть, грусть, удивление, восхищение. И в эту новость, там, поместитесь в социальные сети, вы перескажете друзьям, вы будете впечатлены. И вот эти эмоции, они становятся таким вот, в определенном смысле, может быть, даже, часто, в общем, оборотило информационно. Но на самом деле, с другой стороны, если построить более серьезно, что хочет аудитория, и что мы им можем предложить, то, как правило, это все связано со словом «свой». Ну, то есть, аудитория любит все-таки, чтобы решали их проблему. Их свою проблему, свой вопрос. То есть, так, чтобы, как говорится, свое ваше ближе к телу, в России, то, что связано со мной. И тут не надо предлагать что-то другого, а, скорее всего, человек может мне не ответить. Здесь, это примеры просто, на самом деле, на вскидку, то, что можно им, действительно, в этом смысле, предложить. Для развлечения эмоций в инфляционном портале, для решения проблем какой-то сервис. Ну, это, конечно, только пример, но нам нужно просто понимать, из чего исходят люди, что когда они обращаются к тому или иному сервису. Дальше. Вот здесь еще я хотел бы сказать о понимании этого слова. Вот там вот, я говорю о том, о церкви, и этого не было на слайде. Мне кажется, что сейчас еще очень важная история это внимание. Внимание. Внимание становится универсальной волнитой. в информационном мире, и мы тоже с вами конкурируем за это самое внимание. На самом деле, получается так, вот если смотреть через призывы внимания, мы с вами являемся участниками глобальной конкуренции и очень страшно, на самом деле. Потому что в конкуренции за внимание участвуют все медиаканалы. Интернет, традиционные СМИ, сарафанное радио, наружная реклама, весь контент в интернете. И даже теплый вечер на улице тоже, в принципе, конкурировать. И вот представьте, мы что-то там публикуем, делаем сайт, начинаем привлекать внимание людей, а в это время у человека есть выбор. Посмотрите мы очередную серию «Игр Престола». Знаете, какую серию? «Игр Престола». Должен снимать «Игр Престола»? «Игр Престола». Он популярен во всех странах. «Игр Престола». Окей, я просто не знаю, что бешено популярность. Представьте, например, ваша статья или ваш сервис «Игр Престола». Что играет? «Игр Престола». Все, конкуренция проиграна. И так нужно продолжать. Но чтобы победить в этой конкуренции, значит, нам надо быть особенным. И тут я опенирую к словам Михаила, которые говорят, что визуальность это очень важно. Это важно, потому что выбираем между сайтом, между сервисом, между тем, как провести время. Ну, если, конечно, дело касается развлечения, если дело касается пользы, человек все забросит, если у него все горит, то он, конечно, все забросит, как заказ и не будет. Ладно. Давайте про взаимодействие. Вот как раз здесь нужно учитывать высокую конкуренцию в этих каналах. Я об этом уже говорил. То есть, конкуренция за все. И второе. Стоит подумать о том, как аудитория будет взаимодействовать с вашим проектом. Как? Сколько раз в день? С утра, вечером? Вот какой сценарий это использовали? То есть, нам вчера показывали разные примеры мобильных приложений и там рассказывали о зарядке. Ну, просто подумайте о том, как этот человек будет делать вообще. Ну, прям вот он встал с постели и что-то, выказывает, тянет смартфон. Это понятно. А что дальше? То есть, он первым делом откроет ваше приложение или он его откроет в обед? Или он его откроет, когда у него какая-то возникнет только необходимость? И сколько раз он его в неделю откроет? Это все важно. И так же с сайтом. И он вам в закладки положит, или что-то. Или он может подпишется на вас в Фейсбуке. Я подписываюсь на многие новостные, каналы именно в Фейсбуке и уже оттуда перехожу, скажем, на новый репортер. Это для меня удобно. У меня такой сценарий способ. Если говорить о взаимодействии, здесь я хотел бы обратиться к вот такой вот слайду Алексея Сидоренко, руководителя теплицы социальных технологий. Как мне кажется, ой, прошу прощения, он тут очень четко все расписал. Смотрите, это как бы уровни взаимодействия нашего с аудиторией. Если хотите просто присутствовать, ну, можете электронный курс выносить. Если хотите коммуницировать, ну, в широком смысле, скорее, это, скорее, может даже односторонняя где-то коммуникация, а это когда-то двусторонняя. Это сайт. Вовлечение в социальные сети. Там уже можно людей играть, с ними там, работать, проводить там разные с ними дискуссии, организовать, фокус и так далее. Это вовлечение. Взаимодействие самое сильное, я обожаю, такое, тесное, это может быть но, по крайней мере, по аранжированию мы понимаем, что чем, скажем, выше платформа, тем теснее вы работаете с человеком и тем ближе ваш проект к человеку. Вот мобильное приложение это вообще интимная вещь. То есть она вообще в любом телефоне куда никто не ходит и я туда что угодно не поставлю. И что это такое, что меня будет там пугать, напрягать или что-то еще я тоже не поставлю, понимаете? То есть вот я еще в сайты в закладки добавлю сайты, ну так, ну так, ну так, просто от него это нормально, ну браузер и все, ну телефон, это вообще святое. Нам чем-то проект надо наполнять какой-то информацией, ну то есть что это может быть, мы не знаем, как у каждого свое, какой-то журналистский контент, какой-то полезный, база данных, там может быть и так далее. здесь всегда, по крайней мере, если вы очень простите эту схему, вот такая вот делить, возникает. Идея и некие данные. Есть идея, есть некие данные. Если у вас нет чего-то одного из этого, у вас еще не получается. Ну, например, Романда рассказывала о том, что нужно сделать там список и карту детских домов, а такой информации нет. Ну, прекрасно. Значит, мы имеем дело как раз, есть идея, нет данных. Мы давно хотим сделать в России карту преступлений. То есть, так, чтобы не, знаете, там, не средняя температура по больнице, в каком районе, там, в среднем, ну, что значит район, представьте, не район, а вот как-то хотя бы, может быть, даже по улицам, по арендам микро районов, но тоже мало. На самом деле, просто точками, скажем, в Европе, со Соединенных Штатах такие проекты есть, и прям точками показывают. Но нет данных, идея есть, данных нет, не раскрывают, не раскрывают нельзя. Ну, то есть, там, это будет плохо влиять на людей, они не скрываются. И бывает наоборот. Есть данные, но нет идеи. Я посмотрел, предварительно, я увидел, что в Казахстане развивается тема открытых данных, развивается, да? И, скажем, и в России она развивается, и проекты делают в Финске неплохие, она на открытых данных. Но с открытыми данными интересная штука. Вот у нас открыли, скажем, в нашем регионе примерно 900 наборов, и мы смотрим на них и думаем, и что? Ну, там, не знаю, список школ, и что? Что с этим делать? Ну, нанесем на карту, да, что здесь, если они делают? мы не знаем. То есть, иногда есть какая-либо информация, но мы не знаем, как это использовать. Это другая сторона. Я положу вам в один проект, который примерно так и работает. Никто не знает, что здесь мы делаем. То есть, ну, здесь надо, конечно, учитывать. И то, и другое должно быть как-то в комплексе. Если нет данных, значит, надо искать. Если нет идей, значит, надо, наверное, выдумывать. Выдумать, молодец. Ну, кто может быть источниками данных? Я вчера видел, как раз, об этом писали о премьер-проектах, откуда будет информация. Оценив себя, в государстве, от бизнеса. Тут еще два важных вещей. Ох, это данные есть. Есть еще кроутсорсинг, когда вы предлагаете людям собирать. Это примерно то, о чем вчера говорили в проекте «Связанец мусором». Окей, ну, там, мы что-то думаем в формат, может быть, здесь мы попросим много от людей. Иногда бывает намного меньше. Коутсорсинга можно собирать вообще какую-то очень маленькую информацию. Ну, допустим, если говорить о геоданке, просто адрес. Тут есть примеры, просто на скрипе их показывать не буду. В Барнауле, например, таким образом издательский дом собрал информацию обо всех пешеходных переходах с помощью школьников. Они присылали через WhatsApp и всякие там Viber фотки и просто описание какое-то краткое. И они сделали карту всех пешеходных переходов, и после этого были приняты мероприятия, какие-то из них отремонтировали. В других регионах используют краусорсинг для сбора информации, например, в каком, присылайте нам читателю информацию, где, например, в каком доме еще не дали отопление. Вы знаете, зима холодная, у нас отопительный сезон закончился буквально неделю назад. и у нас в общем это актуально. Присылайте, где не дали этот плен раз-раз-раз куча точек. Или там, где нечищенные от снега дворы раз-раз-раз-раз куча точек. Потом это уже можно там униципалитет отнести, контролировать, это все круто, люди в принципе готовы, но на что-то простое скорее они не готовы. Но это очень важно, это может быть в важном источнике. Дальше об организации. Вот мне кажется, что все беды в нашем мире, в том числе в наших социальных проблема это проблема коммуникации, когда люди не могут говорить на одном языке, то есть в смысле говорят, но люди как-то не понимают, но люди не ищут компромиссы точек. И вторая проблема это проблема организации. Все можно организовать. Там что-то не хватает, это просто просто организация. Если планировать, если это все делать заранее, если искать ресурсы, все будет. Скажем, в медиа это очень здорово можно проиллюстрировать, скажем, ну например, сейчас у нас май, и можно сейчас готовить для медиа публикации к первому сентября. Правильно? Все это школы, и там спецпроекты для школьников, для их родителей. Вы скажете, рано? Нет, не рано. Рано, как правило, для тех, и командателем, и все-все-все. Но это планирование, значит, это называется организация. А не так, что ох, у нас внезапно выпал снег, а право у нас пишут СМИ в российских. Неожиданно для властей 15 ноября выпал снег. Ну, извините, каждый год так неожиданно происходит. Это просто неожиданно для организации. Есть такая технология бережливый стартап, которую используют для создания проектов. Я думаю, что какие-то элементы этой методологии можно брать на вооружение и НКО, и гражданский университет, пока я имею в то смысл, что эта методология предполагает такую экономную работу, такую безопасную работу. И эта методология связана с общением, постоянным общением с вашим аудиторией. Как это примерно выглядит? Ну, например, вы выдвигаете некую идею, и вы эту идею исследуете на аудитории. Еще пока только исследуем. Вы можете их спрашивать. Вы начинаете с маленького или с большего круга. Если у вас что-то меняется, можете поменять идею дальше. И считается, пока вам ничего не надо делать. Вы пока просто вот вы сейчас это делаете в принципе. Вы придумали сами, сейчас поговорите с менторами, будете подводить циклы постоянно что-то изменять, дополнять, улучшать, улучшать. Потом из этой идеи что-то делаете в первые продукты. Но это не промышленное возрасте. Даже если вы выпускаете кончики, сделайте здесь их что-то 10. Если вы делаете сайт, сделайте минимально жизнеспособный продукт. то есть то, что можно сделать и показать и уже с этим дальше идти и с ними создание продукта, люди и потом анализ. что-нибудь сказали. Давайте например пончиков. Вы сделали 10 пончиков и принесли своей компанию и говорят ну да, прикольно, добавь еще там мак, например. Раз, анализ, все добавили. В следующий раз вы идете уже на вечеринку 50 человек. Все такие о, ну класс, ну слушай, что-то там масла многовато, а еще хорошо для вегетарианцев. Вы так думаете, нет, для вегетарианцев точно не мое, ну вот там по ходу снова цикл прошел. И так постепенно, постепенно самое важное в этой методологии вы постоянно общаетесь с людьми. То есть тут нет такого нет отгороженности, что мы делаем, делаем, делаем целый год, потом его выкатываем и оказывается что это все ерунда. Потому что пока мы делали, все изменилось, люди как раз совсем другие. Здесь маленькими шажочками сделай показали, что как, нормально, нет, снова. В принципе вот у вас первый цикл мог бы состояться может быть после лаван. То есть вы что-то сделали минимально жизнеспособное, начали это обкатывать, потом посмотрели на реакцию. Так даже один британец книжки начал писать. Он начал писать книги и пробовать их на Амазоне. Амазон крупнейший магазин в том числе книжный, электронный книг. Он начал писать маленькие книжки фэнтези. И вот протестировал одну тему, другую тему, третью, вот раз третья тема зацепилась. Люди стали покупать. Он стал писать продолжение. Стали больше покупать. Он написал трехтомник и все у него пошло и здесь написали. То есть это в принципе работает и потом это можно все дальше масштабировать. Мне кажется, это можно использовать такие методы постепенного выхода на львы. Поэтому здесь не требуется сразу огромных вложений. Я понимаю, что, скажем, приз лаборатории может быть для вас не очень виден. Но если эта методология это вполне достаточно по крайней мере для первого сырка. Может быть. Ну и о брендинге. Я на самом деле уже сказал все, что хотел. Есть представление о том, что название, логотип и упаковка должны идти раньше, чем все остальное. Но это, мне кажется, радикально в этом что-то есть. Потому что нам нужно проект в конце концов продавать инвесторам, продавать в крышках это предлагать людям. и здесь очень важно конечно как он выглядит и как он звучит даже. То есть вот тут кинг-дон например проект я бы наверное не стал его раскручивать. Ну не знаю разве прикол может быть. То есть название стиму логотипа идентика все то, что произойдет впечатление и оставит хорошее впечатление это очень важно. Есть примеры скажем я такое увидел на некоторых мероприятиях где эту сторону опускают совершенно в общем получается интересно но не пойдешь к инвестору просто с листочком А4 распечатанный вот так вот смотрите инвестор нам показывает слайды а там что на слайде показать что лицо будет ваше какая фотография какие цвета это важное может быть что-то